Доброе утро всем! Увидел, увидел. Тиропая! Венеки! Любовь у него к кошкам особая. Сказала всем доброе утро, не сказала. В общем, еще раз скажу. Всем доброе утро. Сегодня у нас на улице замечательная погода. Немного вам о погоде в Испании. 26 градусов было в 9 часов. Я даже иду без колготок. Вообще, знаете, еще плюсы спортзала это всегда бритые ноги. Потому что я обычно, когда весна наступает, в колготках хожу до последнего. Да, признаюсь вам, в очень личном. Ноги зимой не брею, когда я не ходила в спортзал. А тут приходится. Не будешь же ты с мохнатыми ногами ходить там в раздевалку. Правильно? Вот. И что еще хотела сказать? Вот в этом плюс. Всегда при параде, как говорится. И сегодня посмотрела, думаю, 26 градусов. Нафиг я буду колготки надевать? Ноги белые, да. Ну, блин, пускай заворают. Вот. Но такая погода еще не останется. Уже на выходных похолодает. Ну, там буквально 3-4 дня. Не совсем прям холодно. Не 26 градусов будет. Час для дела наделала. Будем убирать. Идти на работу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вчера еще у нас не было, в нашей провинции Гранаде, не было ни одного случая этого гребаного коронавируса. Сегодня же уже 7 человек, представляете, в провинции Гранада 7 человек уже заражены. И сколько там еще они заразили, непонятно. Двое в Гранаде самой, а 5 человек в Альмунекоре, представляете, который находится от нас в 20-30 километрах. Там Таня живет, мы туда постоянно ездим. И вот прям рядом, в поликлинике, представляете, я все думала, что это ошибка, что там что-то не так проняли. Весь интернет перерыло, но это действительно так. У них там все позакрывали, никакие музеи, ничего не работает. Альмунекораз довольно-таки более туристический город. Вот, в общем, да, трындец какой-то проходит, меня уже это бесит. Неужели во всей планете, на всей огромной планете, столько всех умных людей не найдут какой-то, 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 я не знаю, выход из этой ситуации? Что прям как-то, как-то, это вообще мне странно. Да, птичка меня поддерживает. Как так? Как так? Он, знаете, он пишет у нас, вот, он не опасен, ля-ля-ля-ля, но так как заражаются очень быстро и много людей, то больницы все переполнены. И просто люди, врачи не могут оказать должное внимание пациентам. Не то, что там он страшен, от него там грипп, все такое. Просто все в панике, больницы переполнены, и просто людям не могут оказать помощь в должном образом. В этом вся проблема заключается. А не в том, что там он вылечит, и от него можно вылечиться. Можно, но где, если больницы все будут переполнены? Где вы будете лечиться? Где, если негде будет лечиться, потому что в больницу не пробиться? Вот в чем проблема. А не то, что там он типа как грипп. А, даже грипп нужно лечить в больнице. Но если нет мест в больнице, то как вы его будете лечить? Вот в чем проблема. Надеюсь, вы меня поняли. Что ты теперь замолчал? Я закончила. Пой, давай дальше. А еще у нас, знаете, два дня. Была проблема с телеком. Мы не могли посмотреть нормальный телек, потому что там все было в пикселях. Так вот все не видно нифига. Мы включаем телеку, чтобы узнать новости. Не можем посмотреть, хотя пойду. И вот вчера вечером уже я, муж, вот пляшем, пляшем вокруг этого телека. И никак не поймем, в чем проблема. Я уже... Да замолчи ты, дай с людьми поговорить. Ты замолчишь хоть на минуту? Или нет? Распелся. Дай с людьми поговорить. Чарли, навешай ему люлей. Тут опять, как всегда, у нас. И вот мы тырк-пырк туда-сюда. Я пошла в другую комнату посмотреть. Там телек нормально показывает. Тут нет. Знаете, в чем проблема? Этот рутер стоял вот здесь. А муж такой подходит, убирает этот рутер. Говорит, и дай с таким гордым лицом. Я тоже умный. Мне нечего было ему ответить, потому что это действительно так. Я, знаете, было как-то обидно. Как-то я так раньше не догадалась. Но самое интересное, все было нормально, кроме вот этих двух дней. Он в него почему-то телек ни хрена не показывал. Я уже сама взяла в свои руки, видите, антенну и так, и сяк, ее там перекрутило. Нифига. Оказывается, все это из-за рутера. Сейчас его поставлю подальше. Два дня мучились. Не могли посмотреть новости. Просто в спальне в той, на маленькой как бы неудобно в ней что-то там лежать, что ли, или как. Вот, поэтому вообще комсдец какой-то. В общем, я сейчас быстренько приберусь, уберусь, пропылесосую. Тут немножечко уберу этот рутер. Тут игрушки складываю, чарлины. Ох, видите, сколько. И пойду себе разогревать. А, не, не разогревать. Не, мне же я хотела спагетти сделать. Спагетти. Пойду посмотрю, есть, нету. Говорят, в Меркадоне, и все, ничего нету. Ну, знаете, на улице нормально люди ходят, не кипишуют, ничего. В масках у нас вообще никто не ходит, потому что по телеку только так и передают, что от них толку вообще никакого, от этих масок. Поэтому у нас как бы особо в масках никто не ходит. Ой, когда же это закончится, прям уже надоело. Знаете, вот это вот такая тягомотина, уже так долго длится, что просто комсдец какой-то. Уже придумали бы что-нибудь и... Трындец. Кстати, котлетки мои заморозились. У меня это специальный поднос именно для заморозки, потому что небольшой, и в морозилку прекрасно входит, залазит, скажем так. Сейчас я просто их переложу в пакетик и отправлю опять в морозилку до лучших времен. То есть, когда надо. У меня еще котлеты есть. Заготовок наделала, но муж у меня уже не будет есть. То же самое, что и вчера, поэтому у меня в морозилке всегда есть заморозки, вы знаете. Я ему достала чечевичный суп. Сейчас он разморозится, подогреется и будет зашибись. Это я могу есть, знаете, каждый день одно и то же. А он скажет, а испанцы, вот они такие. А он скажет, опять? Я это вчера ел. А я мне, например, ну и что я сегодня поему? А он так на меня посмотрит, типа как на дурочку, типа как это, опять что ли? Вы что? Не, я уже такое ела, я уже такое не хочу. А вот, видите, замораживаю, потом достаю, и все окей. Повышаем иммунитет. Нажала сок себе апельсиновый, макарошки и огурчики. Ммм, вкусные. Всем приятного аппетита. Вы знаете, такой комментарий прочитала. Не беспокоит ли мой чуча соседей? Где-то вода течет. А я вот, знаете, думаю, ну как может пение птицы кого-то беспокоить? Хотя он у меня такой, знаете, не замолкает. Транзычит, транзычит. Но он у меня тут не единственный, кстати, из многих окон слышны птицы. Поэтому, именно канарейки. Поэтому, как бы, я не знаю. Ну как может мешать вот эта вот прелесть? Это же вообще, это мелодия для ушей, для души. Нифига себе он слопал вот эту штуку. Вам не видно, наверное, он там нормально так поклевал. Я ему уже еды досыпала, потому что жрет он. Воду каждый день меняю. Надо ему ванну купить. Ладно, не об этом речь. А о том, что время так быстро пролетело, что уже нужно все в спортзал идти. Жара такая. А я в кофте. Чего я ее не сниму? Я не знаю. Я еще тут полы протираю, все проветриваю. Потом думаю, майки, футболки достать. Потом вспоминаю, что похолодание обещали. Думаю, ну его нафиг. В общем, хожу туда-сюда, слоняюсь. Вот. Отходили этот белье. Ой, твою мать. Что это на... Ну как, знаете. Ну ладно, не будем о нем. Иначе вообще можно с ума сойти. Думаю, ну такая жесть. Наверное, нам запомнится на всю жизнь. Ой, красота зато на улице. У нас сегодня было 30 градусов. А вирус, как везде написано, потому что я не однажды слышала, что и читала, что вирус при 30 градусах погибает. Так что я думаю, что это вот у нас мат. Когда через месяц, через пару месяцев все это пройдет, когда наступит жара везде. Скорее бы, скорее бы. и все это закончилось какое-то сумасшествие. Ладно, переодеваюсь, идем гулять. Там на улице, где мы гуляем, все равно никто не ходит, ни с кем не встречаемся. Вот в спортзале в здоровом теле, здоровый дух. Тут в парке Зумла это наши женщины. Вон там. А что они тут... Почему я не в курсе? Почему я не в курсе? Что они тут делают? Вы не позвали. А это может быть они еще в одну какую-нибудь школу ходят. Не школу, а это. На нафиг не надо. У меня сейчас в спортзал пойду. Что это они тут делают так без меня? Я, кстати, тут Аню встретила. Нам не страшен коронавирус. Вот как вы едите у нас на природе. Далее патра-патра-патра-патра-патра-патра. Так вот мы танцуем тоже на спортзале. Потом завтра у нее спрашиваю, что это она тут выплясывает без меня. Я только что пришла из спортзала. И вы знаете, я уже надоела, наверное, с этой темой, с этим гребаным коронавирусом. Ну, просто это тема дня. И никуда от нее не сбежишь. И, в общем, да, треш какой-то в спортзале у нас сегодня было. На первом занятии, представляете, у нас всегда ходит 40 человек. было всего 7 человек. Вы представляете, рядом у нас зал, там занимаются на велосипедах. Там вообще никто не пришел. Когда всегда там был зал переполнен, инструкторша такая подходит, мы стоим вдвое в этот, она говорит, а, говорит, на велосипедах кто? Вы? Нет. Нет. Она такая, а где люди? Мы такие, нету, не знаем. Вот, представляете, на второе занятие, конечно, пришло побольше, наверное, ну, побольше. Много прям народу, может быть, не было где-то третьей части. Но спортзал, вообще, то я приходила и не было тренажеров свободных, а в этот раз все тренажеры свободные. в общем, никто не знает, что будет завтра, вообще никто. Все только, нас, представляете, нас попросили помыть руки перед занятием. Прямо такие, зашли, зашла там девушка и говорит, извините, но вы должны пойти все помыть руки. И такие, да мы, ладно, пойдем помоем без проблем. И когда, занятие закончится, еще раз помойте руки. Такие, ладно, но мы помыли руки, то есть я мыла руки там, не знаю, раз пять, потому что у меня два занятия было. В общем, да, везде предупреждение, что надо мыть руки. Основное, что нужно делать, мыть руки и не трогать лицо. Никакие маски, у нас не ходит никто в масках, никто их не надевает, вот как на другие страны посмотришь, потому что они неэффективны при этом вирусе и у нас их никто не носит. Вот, такая вот дела. Дети одни радуются, знаете, потому что они завтра идут в школу с надеждой, что ее закроют на карантин. И дети еще переносят этот вирус очень легко. Вообще, такое ощущение складывается, что весь этот вирус создан только для того, чтобы избавиться от всех стариков. Вот, честное слово, потому что от него страдает большая часть стариков только. дети вообще переносят этот вирус свободно, но они являются распространителями, то есть бабушек, дедушек, они могут заразить только так. Вообще, какой-то трэш. Мне кажется, что, вы знаете, я как-то не переживаю, ничего, меня просто это начинает нервировать, когда ситуация выходит из-под контроля, и я вижу, что никто ничего не делает, потому что, ну, правда, ну, никто ничего... Ну, неужели во всём мире, во всём мире нет такого умного человека, который сделал бы хоть что-то? Вот хоть что-то сделал бы, ведь нет никакой... Ладно, там прививки, нет никакой таблетки, которая бы облегчила там, да, от которой, ну, не знаю, ну, хоть что-то, что вот-вот ты придёшь к врачу, и он тебя может там не там, ну, как-то лечить, да, но ведь ничего нету, это же не вчера было, это уже сколько, наверное, месяц, полтора, два длится, и никто ничего не придумал, мне это очень странным кажется, и не только мне, вот с подругой встретились, она говорит, как-то странно все это, и правда странно, ладно, там знают, что это, знают, как это, и не знают, как это лечить, никто, такое ощущение создалось, что лидеры этого мира просто договорились, чтобы избавиться от пенсионеров и не платить им пенсии, у меня вот такое сожжилось впечатление, и не только у меня, у одной, мне кажется, уже у многих такое, потому что это просто начинает бесить, что никто ничего не думает, и вы знаете, я так смеялась, а там, ну не так смеялась, а как-то относилась к этому не особо, ага, когда вот совсем рядом, то уже совсем все по-другому воспринимаешь, и уже как-то не хочется, в общем, попасть в эту ситуацию, и, ну мало ли, береженого Бог бережет, в общем, да, не знаем, что, может быть, уже и закроют нас в следующей неделе спортзалы, и будем ходить только, в общем, наверное, это лето, будем на пляже загорать только мы одни, так, потому что все границы закроют, перекроют, потому что люди, умные люди мира сего, не хотят ничего думать, не хотят, потому иначе бы придумали, правильно, я так думаю, вот так вот, просто выговорилась с вами, бесит уже, правда, фу, а я все еще, еще вся потею, вот так вот, пойду сейчас, наверное, яблочко съем, лапа моя там, смотрите, с игрушкой, и опять лижет свои лапы, Чарли, чистый уже, не хрен тебе лапы свои, лизать, в общем, будьте на связи, пишите комментарии, как у вас там обстановка, в вашем регионе, в вашей стране, все по чесноку, как говорится, по правде, а не то, что телевизор говорит, кстати, сейчас надо включить телевизор, и послушать, что он там говорит, так он спит здесь, на улице 19 градусов, ты моя чутя, моя сладкая пивунья такой, в общем, друзья, посмотрела новости, 3 тысячи зараженных, 86 умерло, или 36, уже не помню, 36 умерло, 186 выздоровели, в общем, вот так вот, посмотрим, что будет завтра, ну, как-то же все это напрягает, надо сидеть дома, моя работа, как бы, знаете, я не боюсь ходить на работу, потому что у меня, моя клиентура, она такая, что у нас там нету ни приезжих, мои бабушки, они ни с кем не общаются, вы знаете, вот такие вот они, что можно смело ходить ко мне, у меня на работу, у меня нет таких вот, каких-то клиентов, которые прям шли-шли, зашли ко мне, поэтому я без страха хожу на работу, и не боюсь ничего, ну, все мы ходим под Богом, хрен его знает, знаете, все может быть, конечно, ну, будем держать кулачки, надеяться только на лучшее, ну, а что нам еще остается, поменьше думать, и я не знаю, как от него защититься, какие руки мыть, ну, будем руки мыть, ну, а что еще делать, повышать иммунитет, пить витамин С, нам сказали, везде, знаете, еще и напрягает, что социальные сети, да, здесь сегодня по WhatsApp, везде эти смски шлют, и шлют, с каким-то хирней, если честно, панику наводят, вот, в общем, ну, ничего, если хотите быть в курсе событий, что у нас тут творится, пишите в комментариях, не забудьте подписаться, поставить лайк, ну, а мы, естественно, будем жить, будем, всем назло, заниматься спортом, пить витамин С, и, и, и что еще, и слушать Чучу, как он нам поет, да, моя Чуча, он уже не ревнует, смотрите, видите, он уже сидит и слушает, моя Чуча, мое солнце такое, ты красивый, да, какой красивый, красивый же у меня Чучу, да, ты мой, вот так, вот так, вот он такой, вот, Чуча, Чуча, Чуча Мути, видите, сидит, мне так его жалко, он такое лицо, лицо, морду состряпает, типа, ну, как так, не сменяет мне, всего самого на лучше, встретимся завтра, всем пока-пока, Продолжение следует...